Всем привет! Вы на канале World Space и сегодня у нас рубрика «Сделай сам!». Сегодня я расскажу, как сделать адыгейский сыр в домашних условиях из минимум продуктов, которые найдутся у каждого человека. Для того, чтобы у нас получился вкусный, упругий адыгейский сыр, нам потребуется самое жирное молоко, которое вы сможете найти в своем супермаркете. В идеале, конечно, чтобы это было деревенское молоко, свеженадойное, но не всем доступно это благо, поэтому можно купить и обычное магазинное молоко с максимальной процентной жирностью. У меня коровье свеженадойное молоко 2 литра. Я буду делать сыр из 2 литров деревенского молока. Сразу говорю, что рецепт крайне простой. Результат рецепта получится у каждого, кто возьмется за то, чтобы сделать этот адыгейский сыр. Чтобы получить адыгейский сыр, нам нужно закислить это молоко. А чтобы его закислить, не имея сыворотки в наличии, нам потребуется обычная вода и 9% уксус. Отмечу, что 6% уксус, яблочный уксус не подойдет. Нужен именно столовый 9% уксус. На 50 мл воды 1 столовая ложка уксуса, это 12 мл примерно, это на литр молока. Так как у нас 2 литра молока, поэтому берем 100 л воды и 2 столовые ложки уксуса. Я взяла 200 г воды, соответственно, буду сюда класть 4 столовые ложки. Нам нужно добиться выделения прозрачной зеленоватой сыворотки в процессе добавления этой смеси. Если она останется, ну и ладно, мы ее выльем. Самое главное, чтобы ее хватило, поэтому я взяла с запасом. Так, наливаем 1 столовая ложка, 2 столовая ложка, 3. Уксус. Следующий этап, нам нужно поставить это молоко на плитку. Я не буду использовать классическую плитку, несмотря на то, что она такая грязная, была большая готовка. Нам нужно довести молоко не до кипения, но до того, как оно начинает закипать. Да, то есть такие маленькие-маленькие пузыречки начнут образовываться по краям чаши, в которой вы будете кипятить это молоко. В идеале, конечно, иметь термометр. У меня есть этот термометр, нужно довести молоко примерно до 95 градусов. Но, если у вас нет термометра, обычно его нет дома, так как его редко используют. Я не буду его использовать, чтобы рецепт был доступен каждому. Поэтому будем делать из того, что у нас есть. В общем, мы сейчас поставили молоко и будем ждать, наблюдать за ним. Если молоко у вас доведется прямо до кипения, то, к сожалению, все, уже не получится. У вас адыгейский сыр, потому что вы убьете все абсолютно кисломолочные бактерии, которые содержатся в молоке. Даже если оно и пастеризованное, купленное в магазине. В общем, сейчас оставляем ждать. Для наглядности. Вы видите, сейчас образуются первые пузырьки по краям кастрюли. Для тех, кто любит точность, для них я использую термометр. У кого нет термометра, можно без термометра. Температура у нас уже дошла до 94,8-95. Нам нужно от 93 до 95. Теперь нужно убрать вот эту верхнюю пенку, чтобы она не мешала нашей уксусной массе закислить молоко. Теперь мы медленно, маленькой струйкой вливаем и помешиваем шумовкой. Видите, молоко начало сворачиваться. Получается сыворотка. Сыворотка должна получиться прозрачной, зеленоватой. Если она получается как сгущенка, второй раз эту сыворотку можно использовать, но не факт, что она сделает качественный нам нужный сыр. Молоко свернулось. Дальше уже греть и кипятить не нужно. Выключаем плитку. У меня осталось немного уксуса. Молоко у меня было чуть-чуть больше 2 литров, поэтому у меня ушло чуть больше массы уксуса, чем я рассчитывала. Так как молоко я не отмеряла точно. Теперь нам нужно все это слить и процедить. Для этого у меня есть специальное сито эмалированное. Можно взять абсолютно любое. На этом этапе нам можно подсолить сыр. Сыр вы можете солить так, как вам угодно. Менее соленый, более соленый. Как хотите. Теперь нам нужно отжать. Эту массу. Для этого я использую также шумовку. Есть, конечно, специальные формы для адыгейского сыра. Тот, кто живет в стране, где это легко доступно, это будет гораздо удобнее, конечно, чем использовать подручный материал. Но здесь в Сербии у нас не найти магазина сыровара. Или я его не нашла, пока не знаю. Поэтому я использую для этого шумовку, чтобы выдавить всю жидкость. Чтобы сыр получился упругим. Та сыворотка, которая у нас образовалась, мы ее слили. Ее можно будет как раз и использовать в дальнейшем для приготовления адыгейского сыра без уксуса. Я вам покажу, как приготовить из сыра такой сыр без использования уксуса, уже в каком-нибудь другом видео. Так, мы выдавили. У меня нет тоже специальной формы, как я сказала, так как нет у магазина сыровара. Или это я не нашла, я его не знаю. Чтобы придать сыру, такому творожному сыру, какую-то форму, я просто складываю это все в контейнер, хорошо прижимаю. То, что собирается на ложке, это лишняя жидкость. Ее нужно убрать. Форму он возвращает обратно. И это правильно. Если вы находите магазин сыроваров, то производство, конечно же, облегчается. Вам не нужно маяться вот этой ложкой, чтобы убрать эту лишнюю жидкость. Потому что специальная форма делает все за вас. Немножко придется вот здесь вот постараться, если у вас нет формы, немного потрудиться, чтобы убрать эту жидкость. Видите, она еще собирается. Нам нужно, чтобы она не собиралась. Сверху так вот на ложке, в таком объеме. Иначе у вас получится скорее помазанка, сырная помазанка такая, творожно-сырная, нежели сыр. Если вы боитесь, что, использовав уксус, у вас будет яркий запах уксуса в сыре, то нет, этого не случится. Запах полностью нейтрализуется в горячем молоке. Он выполняет функцию не ароматизатора, а именно закислителя. Лучше использовать шумовку с не пластиковой ручкой, как у меня, потому что у меня шумовка уже сломалась напряжение. У меня нет другой. Теперь придется купить другую. У меня такой слабосоленый он получился. Также можно класть в него, кто любит там разные травы на этапе выжиманий, специи, по вкусу, скажем так, кто как любит. Именно на стадии отжимания. Не в кастрюлю, когда оно со сывороткой вместе, потому что сыворотка потом уже не использовать ее повторно. Все, видите, не выжимается. Все, больше не выжимается вода. Мы выжили воду. Теперь мы его закрываем и на 2 часа в холодильник. Давайте на 2 часа, через 2 часа мы встретимся. Теперь давайте глянем, что у нас осталось в кастрюле. Получилась вот такая вот сыворотка. Ее нужно будет процедить от остатков вот этого творожного сыра, который сюда попал. И оставить его на 4 дня в холодильник. А в дальнейшем, перед вторым, когда будет в следующий раз уже делать адыгейский сыр без уксуса, его вытащить на 3 дня и оставить его при комнатной температуре, чтобы сыворотка закислилась. И в следующем видео я покажу, как использовать уже эту сыворотку. Что получилось через 2 часа? Через 2 часа достали сыр. Я его уже нарезала. Получился вот такой вот упругий адыгейский сыр. Ну-ка, сними пробу. Адыгейский сыр. Вкус чем в магазине. Даже лучше. Продолжение следует...